Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Жанна Ситхан. И коротко о главном. Бьет не значит любит. Житель Усть-Каменогорска избил беременную сожительницу до черепно-мозговой травмы. Я как вспомню эти глаза, которые на меня смотрели и поднимали на меня руку. Там нет любви. В этих глазах нет ни капельки уважения. Чем закончилась история и как в таких случаях работает новый закон о бытовом насилии? Школьный вопрос. Карагандинцы жалуются на нехватку учебных заведений. Что в школу попасть? Приходится на машине возить тех. Решится ли вопрос с дефицитом школ? Шанхайская организация сотрудничества не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. Об этом министр обороны Казахстана Руслан Жакслыков напомнил на совещании глав оборонных ведомств государств-членов ШОС, которое прошло в рамках председательства нашей страны в организации. В Астане собрались делегации из 10 стран, в том числе Китая, Индии и Ирана. По итогам совещания был подписан протокол и ряд документов, регламентирующих сотрудничество. В традиционно дружественном ключе участники обсудили актуальную проблематику международной и региональной безопасности. Глава Минобороны Казахстана предложил разработать соглашение о мерах доверия для стран ШОС, предусмотрев добровольные и взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях. Деятельность совещания ориентирована на укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечаем необходимость продолжения совместных военных антитеррористических учений «Мирная миссия». В целях популяризации деятельности вооруженных сил государств-членов организации мы договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями. Перспективы двустороннего взаимодействия с Китаем обсудили председатель казахстанского мажориса Ерлан Кушанов и секретарь комитета Компартии КНР Синьцзянь-Уйгурского автономного района Ма Синьцжую. Обсуждение затронуло взаимодействие в торгово-экономической сфере. Кушанов отметил, что более половины торговли Казахстана с Китаем приходится именно на Синьцзянский регион. Динамика роста впечатляет. В этом первостепенную роль сыграло введение взаимного безвизового режима. По распоряжению президента Тукаева в Урумчи скоро откроются торговые представительства Кастрейд. Это позволит раскрыть новые ниши торгового сотрудничества, заявил спикер Мажолиса. До черепно-мозговой травмы избил сожитель беременную девушку из Усть-Каменогорска. Жертва бытового насилия сняла побои и написала заявление в полицию. Домашний тиран заплатил штраф в 20 тысяч тенге, отсидел трое суток и уехал из города. Этой истории несколько лет, однако теперь семейным дебоширам после поправок в законодательство так легко отделаться не удастся. Ирина Якунина изучила новые виды наказаний за семейно-бытовое насилие. Даша Корнева, мама чудесного малыша, известный блогер и мастер бьюти-индустрии. Несколько лет назад она подверглась насилию. Будучи беременной, Даша была избита своим сожителем. Закрытая черепно-мозговая и пробитая перепонка. Я как вспомню эти глаза, которые на меня смотрели и поднимали на меня руку, там нет любви. В этих глазах нет ни капельки уважения. После очередного такого издевательства Даша сняла побои на видео и написала заявление на мужа тирана в полицию. После четырех судебных процессов он получил штраф, 20 тысяч в тенге и трое суток ареста. Тогда, вспоминая Даша, история в соцсетях буквально всколыхнула общественность. Ее поддерживали совершенно посторонние люди. Открытость стала для девушки защитой от тирана. Очень хорошо, что сейчас можно социально это как-то обозреть. Хорошо, что я про это не молчала. А когда ты социально можешь заявить про это, ты можешь сказать своей маме, своим друзьям, в соцсетях как-то об этом рассказать, в полицию пойти и заявление написать. Это уже большой шаг. И тогда абьюзер, тиран уедет из этого города, как было в моем случае. Уполномоченный по правам человека по Восточно-Казахстанской области Серик Мизанбеков уверен, новый закон защитит женщин и детей от любых проявлений в отношении насилия. Ведь за причинение среднего вреда здоровью насильнику грозит срок до двух лет лишения свободы. За тяжкий вред от трех до восьми лет тюрьмы. За педофилию и убийство малолетнего пожизненно. Если говорить о самых главных нововведениях, это криминализация бытового насилия и ужесточение наказания за преступления в отношении детей. Если ранее побои и умышленные причинения легкого здоровья относились к административным правонарушениям, то отныне введена уголовная ответственность, введено лишение свободы за истязание жертвы, за незаконное лишение свободы и похищение несовершеннолетнего. Также ужесточены лишения свободы сроком от пяти до пятнадцати лет. Телефоны доверия, кризисные центры, женские объединения и ассоциации готовы оказать любую помощь жертвам бытового и сексуального насилия. Бьет не значит любит, говорят психологи и те, кто прошел через побои и унижения. Правозащитники уверены, данный закон о противодействии семейно-бытовому насилию станет важным шагом на пути к созданию безопасного общества и защитит женщин и детей от трагедии. Ирина Якунина, Ренат Жумагулов, Astana Times, Усть-Каменогорск. Почти 80 мертвых тюленей вновь обнаружены на побережье Каспия в Магисталской области. На место выехали специалисты для установления причин их гибели. Туши снова были найдены в Тубкараганском районе. Млекопитающие были разброшены на побережье протяженностью около 15 километров от города Форшевченко. По словам специалистов, животных выбросило на берег штормовым ветром, а погибли они, возможно, еще зимой. Почти все они имеют третью или четвертую степень разложения. Тем не менее, необходимые пробы взяты. Результаты этих исследований будут после проведения обработки всех проб. Учеными отбираются пробы, истологический анализ отбирается, внутренние органы для исследования, для цели установить причину гибели. Напомню, мертвых тюленей выбрасывает на берег с завидной регулярностью. За неполный месяц на Каспии уже обнаружено 182 погибших млекопитающих. Более 100 раз спасатели на востоке страны с начала сезона выезжали на пожары и чаще всего в дачные массивы. Они, говорят огнеборцы, словно пороховая бочка. Садоводческие кооперативы превратились в жилые микрорайоны. Еще там много заброшенных дач, куда жители складывают скошенную траву и мусор, превращая их в стихийные свалки. Специалисты ПЧС говорят, что необходимо ужесточить наказание и прописать в жилищном законодательстве ответственность жителей таких кооперативов и товариществ. За допущенные нарушения 4 гражданина были привлечены к административной ответственности по статье 410 и 336 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Напоминаем, что в пожароопасный период строго запрещено сжигание травы, разведение костров в лесах и неосторожное обращение с огнем. Прошедшие паводки объединили казахстанцев. Тысячи людей по всей стране наравне со спасателями помогали бороться со стихией. В стороне не остались и актюбинцы. С момента объявления ЧЭС неравнодушные горожане сутками вывозили людей из затопленных домов, собирали гуманитарную помощь и даже ездили спасать терпящих бедствий жителей соседних областей. Ольга Литвина расскажет подробнее. Акмарал Егизякова родом из Кабдинского района. Когда на ее малую родину пришла большая вода, женщина не раздумывая кинула клич о помощи землякам. Думаю, открою чат в WhatsApp. Кто окликнется, поможем, чем сможем. И вот открываю чат, получается, и там буквально через несколько часов уже собралось человек 500 где-то. И вот мы начали поставить, там окликнулись ребята, которые родом из Кабдинского района. Газелисты. Бросили все дела, пришли, возле Дины стали, мы начали там собирать. В тот же день мы собрали три машины. И в течение пяти дней у нас получается 18 машин помощи. Мы в Кабду поехали. Первые дни добровольцы работали круглыми сутками. Днем собирали гуманитарную помощь в Актубе, а ночью отвозили в Кабду. Больше всего пострадавшие нуждались в теплой одежде, вспоминает Акмарал. К слову, подмогу в родной Кабдинский район она отправляет второй год подряд. А менеджер Зактубяйбек Жимабаев стал автоволонтером. С первых дней половодия он на своей машине вывозил людей из затопленных участков. Вспоминает, в сутки приходилось делать до 20 выездов. Об отдыхе в эти дни даже не задумывался, признается герой. Главное, спасти как можно больше жизней. Увидел в социальных всех пост, потом вступил в группу, узнал, чем я могу помочь. Нужна была машина. Я вывозил людей из затопленных дач, доставлял в эвакуационные пункты гуманитарную помощь. Было, конечно, трудно. В некоторые места на легковой машине нельзя было проехать. Но, к счастью, всех спасли. Борьба с паводками объединила и актюбинских рыбаков. С первых дней половодия десятки любителей рыбалки на своих лодках спасали людей из затопленных домов. Как в Актюбе, так и по области. Вспоминают, из зон подтопления вывозили по несколько семей, не оставляли и животных. Работать приходилось круглыми сутками. А после того, как вода в Актюбинской области пошла на спад, рыбаки отправились помогать жителям Уральска. Нас поехало 9 человек, 9 лодок. 2 моторных, 3 моторных лодок еще было. Мы сразу же в понедельник вечером приехали. Сразу же узнали ситуацию. И ребята, незадумываясь, время не теряя, накачали лодки и заплыли в дачные массивы. Ну, у кого-то вещи, у кого-то бабушка, дедушки. В основном, сюда старики остаются, не верят, что вода прибудет. Они до последнего сидели. Самой сложной стала первая неделя паводка. Об этом рассказали все наши собеседники. Но, несмотря на экстремальные условия, волонтеры приложили все усилия, чтобы помочь пострадавшим в этой стихии. Ольга Литвина, Нуркенжал Мухан, Астана Таймс, Актюбе. В те времена в России ухудшаются ситуации с паводками. Власти срочно укрепляют дороги и эвакуируют местных жителей. Настоящий разгул стихии в эти дни наблюдается и в Кении. Там после проливных дождей погибли десятки человек. Подробнее об этом расскажет Асимжан Жузбаева в рубрике «Мировых новостей». Добрый вечер. О главных событиях в мире в ближайшие пару минут расскажу я, Асимжан Жузбаева. В результате наводнений после сильных дождей в Кении погибло по меньшей мере 38 человек. Пострадало свыше 60. Большая вода уничтожила около тысячи голов скота и сотни гектаров сельхозугодий. Многие люди дождались помощи на крышах домов. С раннего утра до вечера шел дождь. Как вы видите, это его последствия. Оставаться здесь опасно. От дома ничего не осталось. Пришлось эвакуироваться. Значительный ущерб нанесен в столице государства Найробии, где вышла из берегов местная река. В некоторых районах затоплены транспортные развязки. По прогнозам метеорологического департамента Кении, сильные дожди будут продолжаться в течение нескольких дней. Мы здесь работаем с полицией, с военно-морским флотом, работаем в сотрудничестве со всеми, потому что это вопрос национальной безопасности. Стихия не на шутку разгулялась и в Кыргызстане. В трех областях введен режим чрезвычайной ситуации. С 20 апреля в республике из-за проливных дождей сошло порядка 50 селей. В результате оказалось затоплено более 200 жилых домов, 300 придворевых участков, несколько школ и социальных объектов. Погибли два человека. Мужчина, чью машину накрыл селевой поток, и от удара молнией скончался подросток. Идет эвакуация населения в безопасное место. К слову, в сети завирусилось видео, где спасатель несет на спине бабушку во время затопления в Таласской области. Тяжелая ситуация с паводками остается и в России. Под воду уходят все больше территорий в Тюменьской области. Кроме того, большая вода возвращается в те районы, откуда еще совсем недавно отступила. В пяти населенных пунктах объявлена экстренная эвакуация. Паводок угрожает не только городами-селам, но и трассе федерального значения Тюмень-Омск. Ее в срочном порядке укрепили насыпью. Селье Абадское достигнут исторический максимум. На 10 часов утра уровень составил 11 метров 78 сантиметров. По прогнозу Росгидрометра повышение уровня воды будет продолжаться. Возможно повышение еще до 40 сантиметров. Вода вплотную подошла к федеральной трассе, уже к насыпям, которые мы сделали. Самая главная задача – это их патрулирование. Вода движется дальше к Викловскому району. На сегодня у меня все. Мы будем следить за развитием событий в мире. До встречи через неделю. Тысячи карагандинских школьников ездят в школу на автобусах из-за отсутствия учебных заведений в микрорайонах, где они живут. Имеется и дефицит досуговых центров в регионе. Как решаются образовательные проблемы в шахтерском регионе, выясняла Марина Инневатова. Микрорайон Кунгей в юго-восточной части Караганды. Первые дома здесь начали строить еще 30 лет назад. И с каждым годом их становится все больше. Появляются новые улицы, магазины, но школы никогда не было. Лучше было бы, если рядом где-нибудь школа была. А тут дорога, транспорт ездить, КамАЗ ездить, чтобы в школу попасть. Приходится на машине возить тех. А тут школа бы побыстрее открылась, они бы пешком спокойно ходили бы сами. Недалеко. Долгожданное учебное заведение в этом микрорайоне откроется уже этой осенью. Современное и просторное. Рассчитано на 600 мест. Мне нужно будет далеко ходить. Не холодно будет зимой зато. Быстренько дошел бы, поучился домой. А в Пришахтинске детвора, родители, бабушки и дедушки уже в предвкушении праздника. Этим летом здесь откроется Центр развития творчества. Дворец школьников Шабыт предложат для детей лаборатории робототехники, студии музыки, телевидения и фото, экологический центр и многое другое. И знаете, мы просто счастливы, что он здесь строится. Нет необходимости, будете ехать в город. В принципе, у нас в Пришахтинске все есть. Внучка учится в художественной школе. Хотелось бы, чтобы художественные классы здесь были. Ну, внучка ждет. Когда откроется, говорит, если бесплатно будет какой-нибудь кружок, я пойду, говорит. Карате, барба, там очень важно. Ждем, ждем. Кружки для ребят в Центре обещают сделать бесплатными. Каждый сможет найти для себя занятие по душе. Это своего рода мини-ДДЮ. Если раньше смотреть, то у нас, кроме Пришахтинск, нет таких центров притяжения. То есть крупный, по сути, населенный пункт, он обеспечен таким крупным центром притяжения. Там, получается, он будет в себя включать современные секции, кружки, робототехника, космонавтика. Потом специальные классы для детей, счеты, компьютеры. Отмечу. В Шахтерском регионе, где проживают около миллиона 150 тысяч человек, в ближайшие три года построят 18 комфортных школ. Большая часть из них в отдаленных от областного центра районах. Марина Иневатова, Жнаедар Архимжанов, Автонатаймс, Искараганды. Казахстан занял 62-е место в рейтинге глобального гендерного индекса. Об этом на заседании женского крыла партии «Аманат» заявила секретарь партии Шулпан Каринова. Наиболее высокого показателя гендерного равенства страна достигла в сфере образования. Так, 49% учащихся всех школ составляют девочки, а 80% педагогического состава – женщины. Напомню, с октября прошлого года в Казахстане заработал телефон экстренной службы для жертв бытового насилия и буллинга «Аманат-111». Для сферы образования можно взять за основу исследования, проведенные на Зарбаеве университете. Согласно ему, в школьных учебниках чаще используются изображения мальчиков. Они идут как основные, а изображения девочек – вспомогательные. Ранее данным вопросам не придавалось особого значения, но в будущем мы планируем уделять больше внимания подобным моментам. Студенты Медицинского университета Астаны поддержали масштабную акцию «Тазак Казахстан». Учащиеся и преподаватели привели в порядок улицы, парки и скверы. В общей сложности на Большой Субботник вышли 7 тысяч человек. Репортаж Дана Ермак. Несколько тысяч студентов и преподавателей Медицинского университета Астаны поддержали масштабную экологическую акцию «Тазак Казахстан». Они собрали мусор не только на территории вуза, но и на расположенных неподалеку улицах, а также навели порядок в скверах и парках. Как отмечает ректор университета, в подобных мероприятиях учебное заведение участвует уже не первый год. Это наш клад по внесению чистоты в окружающую среду. В целом такие мероприятия для нас очень важны. Не только с точки зрения наведения чистоты, но и в целом такие мероприятия объединяют коллектив. Подобного рода мероприятия в нашем университете проходят не впервые. Для нас уже стала большой доброй традицией. Экологическую эстовету студенты Медицинского вуза приняли от учащихся Яну имени Гумилева. Теперь челлендж должна принять и остальная студенческая молодежь столицы. К слову, к акции присоединились и иностранные студенты. Наш Медицинский университет Астаны никогда не пропускает такого рода мероприятия. Медицинская молодежь, медицинские волонтеры всегда готовы поддержать инициативы нашего президента. Будем наводить порядок на территориях наших корпусов. Акцию как челлендж приняли от студентов Евразийского национального университета. Теперь передадим студентам Астана IT-университета. Экология – это не просто модное слово, это забота о нашем здоровье и благополучии будущих поколений. Субботник в нашем университете – это наш вклад в создание здоровой и чистой среды для всех жителей. Я бы хотел начать такую же инициативу у себя на родине в Пакистане. Отмечу, что студенты Медицинского университета также организовали масштабный флешмоб. Кроме того, они в качестве волонтеров принимают участие во всех экологических акциях города. Дана Ермак, Олег Федоров, Астана Таймс. В рамках экологической акции «Тазак Казахстан» на большой субботник и посадку деревьев вышли сотни государственных служащих и просто неравнодушных козлардинцев. К инициативе присоединились также жители Аксуатского сельского округа Козлардинской области. В регионе эта неделя прошла под названием «Жасл Аймак». Около 80 активистов собрали мусор и почистили арыки. Кроме того, посадили более 2000 саженцев, а также полили и побелили деревья в парках. В рамках акции «Тазак Казахстан» ведутся посадочные работы около въезда в село. Общая протяженность около 500 метров. Это делается для того, чтобы было красиво, когда гости будут заезжать к нам в поселок. Также вокруг зеленых насаждений устанавливаем ограждения. Кроме того, высадили деревья практически на каждой улице. В Алматы отобрали спортсменов для участия в республиканском чемпионате по паралимпийскому виду спорта «Боча». Особенные юниоры и взрослые боролись за путевку в рамках городского чемпионата. Он прошел в Южной столице впервые. Репортаж наших корреспондентов. Чемпионат Алматы по паралимпийскому виду спорта «Боча» проводится впервые с момента появления городской федерации. Участие в нем приняли юниоры и взрослые с поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Участники разбились на три группы и сразились в индивидуальной и командных дисциплинах. За первое место боролся и 17-летний Эльдар Гребнев. С «Бочей» молодой человек познакомился полтора года назад. За это время не только обучился навыкам, но и обошел соперников на различных соревнованиях. Он достаточно интересный, развивает логическое мышление. То есть ты думаешь, придумываешь какие-то тактики для того, чтобы победить. Ну и на точность, ну и плюс социализация. Городской чемпионат явился отборочным турниром на соревновании республиканского уровня. Они пройдут в Астане в конце мая. В них примут участие 17 сильнейших бочистов. «Бочей» уже очень давно находится в Паралимпийских играх, но в Казахстан пришел недавно. У нас есть как профессиональные, так и дополнительные категории, чтобы создавать инклюзию. Это получается для аутистов, даунов и других диагнозов, которые не проходят по классам. В рамках городского чемпионата отобрали и лучших юниоров. Они смогут принять участие в фестивале «Паралимпийские детские игры». Он пройдет в Астане в июне. Анара Нуртазина, Игорь Волох, Астана Таймс, Алматы. Такова информация к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания и хороших выходных.